В малом зале городской администрации собрались все, кто отвечает за тепло в квартирах зимой и безопасность в гололед на дорогах. Начиная с совещания, глава Армайира подчеркнул, что минувший отопительный сезон город прошел относительно благополучно. Мы проанализировали обращения, которые поступают в администрацию города. Обращений стало кратно меньше, чем было раньше. Соответственно, нужно сделать вывод, и мы его делаем, качество подготовки к отопительному сезону в последние годы улучшилось. Все коммунальные предприятия, организации, которые работают в сфере предоставления коммунальных услуг, сработали на должном уровне. В управлении жилищно-коммунального хозяйства отметили, что армавирцы высказывали отдельные нарекания, которые в нынешнем году должны быть в обязательном порядке устранены. И диспетчерская служба была зафиксирована, 198 звонков, связанных с некачественной подачей отопления, различные, и как многоквартирные дома, так и по всем предприятиям, всех площадок. У нас есть сложности и проблемы, недостаточно у нас оперативно запускаются многоквартирные дома. В части именно внутренней системы теплоснабжения – это воздух, коммунальные вещи, распределение по подъездам, по этажам и так далее. В планах коммунальщиков – ремонт центрального отопления, входных дверей в подъездах, остекление оконных переплетов, изоляция и гидравлическое испытание трубопроводов, ремонт силовых трансформаторов, подготовка техники к очистке дорог и тротуаров от снега. Однако без финансового участия жителей выполнить в полном объеме работы по подготовке к зиме будет сложно. Население задолжало коммунальным предприятиям почти полмиллиарда рублей. К примеру, долг армавирцев перед газовиками составляет 99 миллионов рублей. Перед водоканалом – 86. За тепло и вовсе сумма перешагнула за 110 миллионов рублей. Глава Армавира призвал ресурсоснабжающей организации активнее заниматься взысканием задолженности собственников жилья. Как показывает практика, большинство из должников – люди небедные, имеющие дорогостоящее жилье и элитные автомобили. Проблема номер один сегодня – это задолженность населения и перед газовиками, и перед предприятием водоканала, и перед предприятием тепловые сети, и перед теми же управляющими компаниями. Эта проблема также является одной из острых. Как отметили на совещании, в процесс подготовки города к зиме активно включились инвесторы из числа коммунальных предприятий. Они планируют в ближайшее время вложить в реконструкцию и ремонт своих систем более 71 миллиона рублей. Глава Армавира отметил, что все должно быть готово к встрече холодов до 1 сентября.